Уважаемые коллеги, уважаемые главы государств, дамы и господа, друзья, искренне рад приветствовать всех вас в Казани. Наше заседание открывает 16-й саммит БРИКС, который впервые проходит в расширенном составе. Это ключевое мероприятие российского председательства, проходящего под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Подчеркну, Россия с большой ответственностью подошла к организации нашей совместной деятельности в рамках объединения в текущем году. Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем. Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям – в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. И, естественно, делали всё, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения. Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Обсудим и выполнение двух важных решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге. Во-первых, имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС. Другой, не менее важный вопрос – о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильным. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнёров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счёт важно отразить в итоговой казанской декларации. Если нет возражений, уважаемые коллеги, по повестке дня объявляю заседание саммита БРИКС в узком составе открытым. Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивное и заинтересованное обсуждение всех вопросов нашего взаимодействия. Согласно сложившейся процедуре, позвольте мне, как главе государства, председательствующего в объединении, выступить первым, а затем смогут высказаться и все главы делегаций. Просил бы придерживаться установленного регламента в семь минут. Нет возражений? Спасибо. Итак, уважаемые главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах. Государства, участники нашего объединения, обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалам. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрения. Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем. В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаянием основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения. Продолжение следует...